Атланты решили выбрать свой путь, отказавшись от крупных союзников в виде Третьего Рейха и Советского Союза, а также от бонусов, которые они могут предоставить им. Атланты решили создать свой альянс, набрав в него небольшие страны, которые помогут, возможно, Атлантиде начать доминировать на мировой арене. Также у них ранее возникал вопрос, что же выбрать? Позвать иностранных ученых, либо же своих профессоров оставить? И не звать никого. Посмотрите, получается, какие мы бонусы получим, если мы оставим своих профессоров. Мы получим всего лишь одну ячейку и кучу бонусов к исследованиям. Если мы позовем иностранных ученых, мы получим две ячейки исследования, а также бонусы к ракетным технологиям и к технологиям реактивной тяги. Больше ничего. Но давайте-ка подумаем. Эти бонусы, они раз и исчезли. Все. Они могут на старте нам как-то помочь, и то это сомнительные какие-то бонусы, не особо важные вещи. Хотя промка... Ну все равно, понимаете, одна ячейка, она появляется и навсегда. И она в любом случае будет лучше каких-то там бонусов. Конечно, сообразно бы сделали эту ветку побольше там, я бы насчет этого подумал. Но все-таки, блин, целая ячейка исследований. Поэтому берем мы иностранных ученых. А также мы продолжаем войну с Му. Здесь, кстати, я заметил то, что слишком большое количество дивизий сосредоточено. Это не очень хорошо, но перегонять хотя бы одну дивизию вот сюда, вот, это очень долго. Поэтому, как есть, одна дивизия, здесь у нас будут пытаться сделать котел, ей главное занять этот порт. Нет, ты пойдешь вот таким вот путем. И пока отличены, мы, возможно, сможем взять их в котел. Так, помогай, вторая дивизия, давай, давай, потихонечку. По потерям мы потеряли всего лишь 9000, при этом мы потеряли 38000. Да, тут, конечно, качество у нас тащит, но при этом мы сделали большое количество котлов. Именно там они потеряли основную часть своих дивизий. Но жалко то, что, да, не особо большой котел здесь получился. Нас здесь остановили. Так, пока эти отвлекаются, мы, возможно, сможем здесь сделать котел. Давай, еще одну дивизию мы уберем отсюда, и тогда вообще будет прекрасно. Слушай, а ты давай вообще не уходи, окей? Мы сейчас здесь на старте повыковариваем также эти дивизии. Так, стоять, 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 никуда ты не уйдешь, чувак. Стоять, вот. Давай-ка вот так вот, знаешь, а то там тебя сильно остановят. Нужно от этой дивизии также избавиться. Ну, знаете, я отсюда, наверное, возьму одну. Бежать вот так, это, конечно, быстрее, но растянет очень сильно фронт. А хотя, какая нам разница, у них же дивизий все равно меньше, чем у нас. Им же хуже от этого только будет. Поэтому давайте-ка вот здесь вот заодно порт зацепим на всяк. И пройдем по берегу. Во, у них же все равно меньше дивизий, так что они страдать от этого больше будут. А здесь, кстати, возможно, мы... Три дивизии, кстати, 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 стоять. А, они даже не хотят идти. Лоу, что-то они совсем какие-то тупые. Ну, тогда прекрасно, еще минус три дивизии. Только вот бежать сейчас туда вот нужно. Механический компьютер у нас готов. Давайте тогда на строительство возьмем. Да, опустил змейку и заметил то, что здесь можно сделать еще один вкусный котел. А давайте-ка его и провернем. Так, это готово. Концентрированная, либо же рассредоточенная промышленность. Конечно же, концентрированная, потому что до наших островов вряд ли будут долетать самолеты вражеские. Хотя, конечно, на поздней стадии игры, когда там уже будет реактивка, туда-сюда, тогда, возможно, да. Опять этот ивент, где у нас спрашивают, либо же 10% фабрик мы отдаем, либо же отдаем всего 2, но еще и политвласть платим. Конечно же, наверное, политвласть, потому что у нас ее дофига на самом деле накопилось. Что-то я совсем ее передержал. Вы же знаете, что я люблю ее коллекционировать. Атака дивизии берем, здесь нам нужно взять на пехоту, а здесь мы менять, да, это только по фокусам. Мы все еще находимся в изоляции, ребят, только добровольцы пусть пока будут. Ну и арту, все-таки арта вроде как у нас есть здесь, да, она стоит. Так, вот еще один котел образуется, это что вы видели, куда у них дивизии пропадают. Потому что некоторые из них убегают вот сюда, и это создает проблемы для нас. Потому что я их не особо вижу, потому что они здесь бегают. Но хотя у них, можно предположить, да, 3-5 уже можно забить на это и не гадать. Так что все окей. Нужно только вот это вот спасти, а то что-то как-то, блин, не то. Если ее сейчас разберут, будет не... А, нет, все отлично. Она сама выбежала отсюда, вофига себе. Так, давайте, как я сейчас блеснул своим английским. Лапис Лазули, лидер оппозиции к Тесрене. Тесрен это у нас вот, то есть это оппозиция лидер. Он герой войны, который воевал в Му против известного немецкого генерала Пауэлла фон Летоу Ворбек. Избрание этого генерала может быть хорошей идеей в это трудное время. Нет, нам вообще не надо, либо же да, давайте-ка выберем. Короче, смотрите, в чем прикол. В общем, мы эту Тесреночку выгоняем. Она, смотрите, что имеет. Она стоимость на закон уменьшает, но у нас вроде как это не особо-таки важно. Политвлаз копится, да и хорошо, так что мы трудности не испытываем в этом. А вот он дает поддержку войны, стабильность и атаку и защиту на нас территории плюс 20%. Нас территория, правда, те острова, но если на них высадится, то мы сломаем любому лицо. Но, по крайней мере, у нас на это будет бонус 20%. Поэтому да, давайте-ка его возьмем. И, кстати, да, заметьте, мы демократы все-таки пока что. Пока что мы демократы. И просто заменяем лидера. А, вот она что, лапезь лазули. Помните, я же в первой серии скрин ставил. Это она изначально была правитель этой страны. Потом, короче, после обновы заменили на ту. Перед возвращается, во как. Тот портретик был получше. Ой, господи, смотрите, куда столица улетела. Ну ладно, давайте-ка сюда пойдем. Ау, там уже все накапали у нас. Очки капитуляции уму. Даже не дошел еще до сюда, сразу накапнул. Ну ладно, давайте-ка мы сейчас что сделаем? Заберем все регионы, но, как я уже говорил, я хочу оставить один региончик, где мы сделаем марионетку. Такое, чтобы прям в глаза не бросать. Кстати, вот это хорошее на самом деле. Да ладно, давайте этот отдадим. В принципе, нет. А мы не можем, да, сделать марионетку? Мы даже не можем здесь все забрать. Давайте-ка подкопим политвласть. Окей. Только изменить правительство на демократию, да? Эээ, ну ладно. Тогда забираем все. Хорошо, мы забрали эти территории. Давайте-ка посмотрим по ресурсам. Тут много стали, очень много нефти, прям конкретное количество нефти. Хром имеется чуть-чуть, вольфрама чуть-чуть, алюминий, ну нормально в принципе. Я надеюсь, нефть хотя бы у нас будут покупать. Мы же все-таки демократия там, торговое влияние, туда-сюда. Накупите кто-нибудь нефть, пожалуйста, нам нужны фабрики. Значит, по логистике у нас сейчас допоснащения не хватает. Значит, мы сейчас на него немного поработаем. Хорошо, но это снимать я не могу. Ой, господи, ты что, заболеваешь что ли? Плохой климат, болезнь на 30 дней. Ну ладно, война-то хоть закончилась, плохой климат, здесь жарень такая. Концентрированная промышленность тоже у нас готова. Да, нужно работать сейчас хорошо на промку. Смотрите, в чем прикол. Тут, если США вступит в союзники, нам сломают лицо именно и Франция, и США, и Новой Зеландия. И чтобы вот это все покрыть, тут нужно сотни дивизий. Поэтому я все же рассчитываю, что США не вступит в союзники, и ставлю только вот сюда. Но, понимаете, если она вступит в союзники, то это, наверное, будет все уже, конец. Потому что вы прикиньте, здесь огромный флот с высадками. Здесь огромный флот с высадками. И тупо на дефи сидеть, это что за геймплей будет такой. И то, если получится еще дефиться. Поэтому все же я рассчитываю, что не вступит США в союзники. Но в 39-40 году она обязательно это сделает. А напасть пораньше, я не знаю, сможем либо нет, потому что поддержка войны нужна на 50%. Ведь мы не выбрали фашизм. Мы сейчас пойдем в нейтралитет. А там 50% надо, чтобы фабриковать претензию. Конечно, мы выйдем к этому фокус по-быстрому, вот отсюда. И получим претензию, поэтому мы сможем быстренько напасть. Но все-таки до 50% нужно добраться будет. Если пошли в фашизм, сразу воевали. Могли прямо сейчас начинать, причем даже без Мексики. Просто отсюда, наверное. Тупо сюда все перекинул, развил порт и захватил всю Америку. А так, что мы будем делать? Мы будем приглашать Мексику к себе в альянс. И отсюда воевать. Здесь будет второй фронт. Я думаю, мы сможем забрать у США 560 единиц нефти. И тогда минус танки уж точно. И плюс танки нам. Но хотя бы нам бы пехотки в достаточном количестве делать. Причем я еще буду делать колониальные дивизии. Вот эти вот. Это чисто, чтобы крыть порты. А еще и нужно не забыть сюда их поставить. Потому что, видите, это территория Великобритании. Но, видите, я уже смотрю наперед в тот случай, когда США вступят в союзники. Возможно, мы что-то даже в таком случае можем сделать. Так что я хочу все варианты рассмотреть. Итак, давайте-ка вам расскажу, что я сейчас сделал. Я произвел еще 10 палубных истребителей. Я их и засуну сейчас, и благополучно, в наш авианосец. Там еще 15 свободных мест. Я думаю, еще, может быть, бомбардировщиков понаделать. Давайте-ка их поставим. Палубный бомбардировщик. Также, сейчас смотрите, какие фокусы я изучил. Добил до конца уже вот... Ну, как до конца. Все ячейки, какие можно было забрать, я забрал. А здесь же я взял вот это вот. Это было очень важно для нас. Потому что тут мы получаем переход из изоляции в гражданскую экономику. Из-за этого мы получили дофига фабрик. Там сейчас, конечно, у нас минус... Да, вот 2% висит. Так что там вроде фабрику мы забрали. Получил здесь еще 4 фабрики. Выхожу сюда. Это у нас отнимет великую депрессию. Вот эта вот штука, которая нам очень-очень сильно мешает. Забирает 25% объем заводского производства наших заводов. И верфи минус 20% тоже. Если это все убрать, мы поднимем нашу экономику очень даже сильно. И также тут еще фабрики, фабрики. Но это пока... Блин, это очень вкусно. Серьезно, это очень вкусно. Тут военные заводы при расподдержке войны плюс 50% у нас U11. Но догнать США таким образом все равно не получится. Поэтому нужно быстро действовать, пока мы еще можем с ним что-то сделать. Выходим вот сюда. Получаем на 180 дней 5% фабрик. Ячейки еще дополнительные. Стабильность, политгласть. И потом можем отправлять добровольцев, понятное дело. Тут время исследования минус 5 еще и время оправдания цели войны минус 25%. Это нам очень сильно поможет быстрее начать войну с США. И начинаем сразу же идти к Мексике. Именно она будет являться плацдармом для начала войны с США. Есть путь через Бразилию. Мы вообще это все возьмем, но нужно как-то быстрее сюда добраться. Поэтому что-то одно пока что. Потом, конечно, все заберем. Пойти через Бразилию, потом взять Иран и выйти к Мексике. Бразилия, это, конечно, очень хорошо. Она близко к США. И при этом она еще имеет хороший флот. Но при этом Португалия тоже имеет хороший флот. Она близка к союзникам. Может отвлечь их на себя, если вдруг США вступит в этот альянс. И турков пригласить. Они тоже находятся там в Европе, в самой заварушке. Так что, возможно, они тоже нам помогут. Поэтому, я думаю, лучше, наверное, пойти по левой ветке. Вот так вот. Хорошо, тогда я беру вот это и мы выходим вот сюда. Нужно быстрее создавать альянс. Пока еще не поздно. США тем временем. США. Да, у них корабли, посмотрите, сколько у нас. 47. Вот так. А у Маринетки, кстати. У нее 8, но она их не будет сюда возить, поэтому бесполезно. Может быть, здесь что-то повоюет и все. Но фишка в том, что США на две части разделила свой флот. Возможно, здесь Сатен, здесь Сатен. Я не знаю, как она их делит. На самом деле, США никогда не играл. Вообще стоило, чтобы понимать схему все это. Ну ладно. Будем так на ощупь воевать. Блин, стоит производство минус. У них, видите, еще стоимость производства крупных кораблей. Нет. У них там, блин, реально хорошие корабли. Со старта еще этой игры. С дивизиями проблемы. Но вот с флотом у них нет проблем. Пока изоляция у них еще стоит. И Великая Депрессия тоже. Но дивизии у них, наверное, сейчас равны нам. Но мы воевать с ними вообще пока не можем. Сейчас вообще сто надо, потому что мы демократия. А как поднять, блин, вот это вот. Вообще, конечно, можно использовать Португалию как плацдарм, чтобы вторгнуться в Испанию. Потому что, как бы, сделал претензию. Также повоевал вместе с Португалией. Поделили в эту территорию. Но потом, если США вступят в союзники, то нам придется ввести дивизии сюда. Еще Португалия это не удержит. Также, если мы будем воевать здесь, когда 50%, конечно же, будет, то мы, понятное дело, не будем воевать здесь. И тогда США за годик станет одной из самых сильных стран здесь. Поэтому, короче, выходим к Мексике и быстренько здесь размещаем наши дивизии. А также, да, я делаю новую дивизию. Вот я 13 штучек сделал, потому что здесь у нас 30-ка, блин, максимум. И я, короче, запихну 13. Также у нас вообще есть один танк, но он убогий. Он вообще говно на самом деле, потому что здесь организации, я не знаю, тут надо, короче, вот так делать. Моторизированные мы вряд ли потянем. Поэтому пусть будет обычная кавалерия. Это будет наша очень сильная дивизия, прорыв 145. Насчет кораблей, я хотел сделать еще 10 эсминцев, а потом подумал, у нас же их и так 30-ка. Лучше добить тяжелые крейсера, хотя бы 4 штуки, чтобы было 5. А потом буду делать жилейнкоры тоже штук 5 хотя бы. И до 4 нужно добить авианосец. Когда-нибудь. Кстати, уже, наверное, можно сталь закупать. У нас там на второй переключается 2, можно сталь закупить на двоечку. Или все-таки хром. Необходимо 11, необходимо 26. Нет, все-таки сталь надо. США нет. А у советов, кстати, я бы за... А хотя... А, давайте-ка у своей марионетки. Мы получим все равно больше стали. Там же здесь за 4,32, а тут за 2,32. Так что отлично. Правда, она сейчас получит очки автономности, но закроем на это глаза. Мы за две фабрики получили 32, блин, стали. А это полностью покрывает наши потребности. Даже вон излишки появляются. А, и кстати, вот я уже вышел сюда. Вот у нас, блин, дофига ячеек. Смотрите, 7 штук. 7, блин, штук. Я не знаю, что изучать. Начал доктрину флота изучать. Прямо конкретно так. И, кстати, это хорошо, потому что она нам очень сильно пригодится. Особенно на старте игры, если ее прям пробафать, очень хорошо. Искусственный интеллект ее не особо там изучает. На таком раннем этапе. А если мы это сделаем? Потому что нам больше нечего делать. Я уже все, что могу, я изучаю. Тут, блин, штрафы огромные. Блин, это огромные штрафы. Добыча ресурсов разве что стоит поднять. Авиация тоже, работаем. Тоже штрафы. Ну, короче, потихонечку, потихонечку мы улучшаемся. Догнать, конечно же, мы крупные стороны не сможем. В ближайшее время, наверное, уж точно. Но, ну, хоть мы движемся немедленно. Итак, ребят, смотрите, как у нас людские ресурсы подлетели. Короче, я поднял все-таки наш призыв до ограниченного. А то стояли только добровольцы. Вообще, людские ресурсы начали заканчиваться. Особенно, когда я начал делать новые дивизии, которые будут крыть у нас порты. Троечку я отсюда возобрал, перевел сюда. И кроют они у нас внешнюю часть острова. И вот эти вот мелкие острова. Я что сделал? Я, короче, просто поубирал вот эти две каски. Поставил сюда орды. Потому что 50 с лишним организаций. Дивизиями, которые будут крыть порты, совершенно не надо. А вот арта. У нас ее было дофига на складе. Почему бы и нет? Я ее заменил. И поставил еще соперную роту. Потому что это все-таки оборонительная дивизия. Просто арта жрет 500 людских ресурсов, а каска 1000. Так что мы ушли в плюс. Неплохой такой. При этом еще арта, она жестче, чем каска. По защите, конечно, не очень. Но все-таки надо чем-то жертвовать. Тут я также убрал две каски. Это позволило нам сэкономить людские ресурсы. Добавил сюда две арты, чтобы ширина была 20. И засунул еще полевой госпиталь. Чтобы меньше умирать. Потому что это будет уже наш предел. Они вроде как еще увеличиваются. Но мне кажется, скоро уже перестанут. Но для полевого госпиталя нужны машинки. Я это не учел. Теперь минус 1000 у нас. Но показ самолетов я не буду снимать. Потому что производство у нас разогналось неплохо так. И я не хочу, чтобы оно упало. А морские бомбардировщики хотя бы 200 нужно сделать. Чтобы они лупастили вот сюда вот. Но я не знаю насчет этого. Их дальность, кстати, очень слабая на самом деле. И вот я засунул сюда. У нас в авианосец еще самолеты. А, вау. А в авианосца-то уже 2 стало. Я не заметил, как один создался. Да, ресурсы у нас начали хорошо так поступать. Потому что, когда я убрал депрессию. У нас, короче, прибавилось еще целый слот сюда. Я понастроил фабрик немножко. Потому что у нас, блин, действительно дофига фабрик. Если ты их строишь, то он еще быстрее в итоге развивается все. Это для будущего нам очень сильно поможет. Также всю торговлю снял. Также все ресурсы, которые мы закупали, снял. Потому что начал строить инфраструктуру. Там, конечно, не очень. Вот здесь вот особенно. Вот здесь добил до конца 68, блин, набил. Поэтому не приходится нам ничего пока закупать совершенно. И экономим фабрики. А у нас, давайте-ка глянем. Блин, у нас столько нефти, никто не закупает ее. Алюминий никто не закупает. И это никто не закупает. Блин, там наше это закупало. Марионетка. А теперь вообще никто. Блин, если мы закупали, на самом деле, то мы получили бы еще дофигища фабрик. Серьезно. Ну ладно. Сейчас у нас, на самом деле, их очень много. Я решил все перебросить чисто на военные заводы. Потому что... Куда одна уехала? Вот куда сейчас одна уехала, скажите мне. Ладно, неважно. Также, помимо того, что депрессия ушла, мы убрали еще эти минусы на производство. Поэтому все делаем здесь по-быстрому. Блин, мы 25% фабрик получили. Вы прикиньте. Целых 25%. Сейчас по фабрикам давайте сравним, сколько у нас всего и сколько у нашего оппонента США. 50-91 у США. Ага. Ну тут у них военных заводов, но они строят, вижу. У них где-то 170. А у нас 91. И мы, кстати, их уже строить не будем. Я думаю, на этом мы и закончим. Нужно военные заводы строить. США их уже должна начинать строить. Ну, потихоньку увеличивается, конечно. Вот такие вот дела. Так, людские ресурсы, заметьте, еще чуть растут. Хорошо. Да. Новый правитель у нас. Гриффин. Да, не Питер, конечно, но Гриффин все-таки. Минус их затратам получше, чем у нашего поза предыдущего правителя. Но какой-то он такой. Нейтралитет. У фашистов там вроде как совсем жесткий чувак. У фашистов там этот вот Азура, она вроде как совсем там жесткая. Я, если не ошибаюсь, там у нее бонусы просто огромные. Серьезно. Там на весь экран бонусы расписываются. Пригласили мы Португалию в альянс. И теперь остались турки и Мексика. Потом я беру фокус на вот это вот. Видите, там Флорида, Южная Карлина, Северная Карлина. Вот, короче, земли США. Берем турков. Тут, кстати, было 40 с лишним. Но теперь уже 39. Оно падает. Это плохо. Португалия. Согласись, давай скорее. О, отлично. Прибавилось? А, нет, куда ж. Вот падла. Кидают гаранты. Вот берут и кидают гаранты. Короче, нужно ждать, пока Рейх побыстренько начнет заварушку в Европе. И тогда оно подлетит. Но тогда США сможет вступить в союзники. И все. Мы зажаты. Пока у нас, в принципе, все хорошо. Что дальше будет? Я не знаю. Что будет, то будет. Ну ладно, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Скачивайте этот мод на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Задавайте там на стене вопросы. Не в комментариях под видео, на стене группы. Или просто делитесь интересными моментами или общайтесь. Ну а с вами был Эмбро. До встречи.